merion academy платформа доступного образования как ты наверное знаешь первое негласное правило нашей уютной айтишечки звучит так автоматизирует все что можно автоматизировать даже если на это нужно потратить больше времени чем сделать все руками а второе правило гласит не диплой в пятницу но вернемся к первому почему так важно автоматизировать один раз ты можешь сделать что-то вручную а если это надо повторить 2 3 10 раз тут уже становится понятно что надо экономить свои силы нервы и время и вот как раз тестирование это одна из тех областей где автоматизация сильно помогает если ты смотрел наш ролик про кью эй то примерно понимаешь чем занимаются тестировщики проверяют новый функционал приложения что он работает как задумано а еще проверяют старый функционал ведь нужно убедиться что мы ничего не сломали нашими новыми невероятно полезными фичами со временем число вещей которые нужно протестировать перед релизом начинает расти как снежный ком поэтому умные люди сходили west coast customs и попросили их запилить программы которые тестируют программы это и есть автоматизированное тестирование процесс когда разработчики пишут специальные программы или скрипты их еще называют автотестами которые говорят компьютеру какие действия выполнить что проверить что все работает как следует при запуске они прогоняют десятки или даже сотни различных сценариев взаимодействия системой которую мы проверяем и затем сообщают нам какие прошли успешно а какие зафейлились а что конкретно эти автотесты делают ну смотри лягушонок можно тестировать и пиай то есть написать программу которая будет делать запросы к твоему серверу с разными параметрами и сверять ответы которые пришли от сервера с тем какими их ожидает программа например у тебя и сервер которая дает погоду для переданного города и в тестах написано что температура должна приходить в градусах цельсия поэтому если разработчики что-то навернут и тебе придут фаренгейты программа сверит ожидаемые и пришедшие результаты и скажет не так дело не пойдет вертайте все взят также можно писать автотесты для баз данных тогда программу лена будет проверять правильность записи наших данных в бд и что ничего по пути не потерялось или наоборот проверять что нам из базульки возвращается все что нужно а можно делать совсем интересные штуки такие как автотесты веб-приложений они могут открывать браузер нажимать кнопки переходить по ссылкам заполнять и отправлять формы и проверять что страницы загружаются правильно данные отображаются корректно и в целом все работает как задумано да и это можно провернуть не только с браузером те же приложения для мобилок тоже можно так тестить короче берем наши тесты которые раньше выполняли вручную типа зайти на эту страницу нажать туда и сюда а потом еще вот сюда и посмотреть что будет а потом все повторить только на последнем шаге нажать не сюда а туда а потом еще проверить на разных браузерах а теперь для сохранения нашего рассудка заставляем это делать бездушную машину которая жаловаться не будет и выполнить все на порядок быстрее такой вид тестирования называется end-to-end когда мы как бы от лица юзера полностью проходим пользовательский путь и как это работает чтобы разобраться давай посмотрим на инструменты для автоматического тестирования начнем с такой штуки как selenium это целое семейство инструментов которые используются для автоматизации браузеров тут нас интересует selenium webdriver это такая библиотека которая позволяет подключаться к браузеру и отправлять ему команды чтобы он что-то сделал нажал на кнопку заполнил поле и так далее и получать какие-то данные в ответ чтобы использовать их как результат теста для этого нужно написать код в котором описывается последовательность действий браузера и какой результат мы ждем это одна из тех вещей которыми занимаются автоматизаторы тестирования selenium поддерживает языки java c-sharp ruby javascript и конечно же python мы как раз запустили курс по автоматизированному тестированию на python где ты сможешь поработать с этим самым selenium потестировать базулечки опишечки и конечно же веб-приложения а в конце разработать собственный проект по автоматизации тестирования учить тебя будет руководитель направления тестирования по продуктов банки втб дмитрий еремин у которого за плечами более 10 лет опыта в сфере протестирую совершенно бесплатный вводный урок по ссылочке в описании кстати если самостоятельно писать код для веб-драйвера не хочется то можно глянуть сторону selenium ide это плагин для браузеров который может записывать наши действия а затем переварить их в код чтобы потом их также можно было бы воспроизвести причем selenium можно использовать не только для тестирования но и для автоматизации каких-то обычных действий в браузере например чтобы зайти на наш канал и поставить лайк под новым видео а популярными аналогами являются папитир playwright cypress hill ой просто cypress или apium где почти то же самое но для мобилок ну и стоит сказать что все это дело хорошо работает с фреймворками который упрощает работу с тестами такими как пайтест для python или джей юнит для джава в двух словах это набор специальных функций для твоего языка программирования который позволяет легко и в удобном формате писать и запускать тесты в приложениях а если нам нужно автоматизировать тесты которые проверяют опишку тогда пишем программуль ну который дергает опишку и сверяет результаты но если даже этим заморачиваться не хочется то можно воспользоваться постманом который умеет делать запросы не только вручную ведь неспроста там есть вкладка тест так что вспоминает javascript и вперед лягушонок есть еще один интересный вид тестирования это нагрузочное тестирование его суть состоит в том чтобы заранее оценивать как система справляется с нагрузкой и не повалится ли когда поедет продакшн чтобы сымитировать такую нагрузку можно за дудосит сервер ну точнее отправить на него одновременно большое количество разных запросов как если бы это были реальные пользователи в черную пятницу которые хотят успеть что-то купить по акции тут нам очень помогают такие инструменты как apache джеметр и loadrunner которых мы указываем какие запросы с какой интенсивностью нужно отправлять а затем запускаем и наслаждаемся видом падающих серваков ну а теперь после того как мы все автоматизировали неплохо бы сделать еще пару полезных вещей во первых встроить наши тесты все и сиди пайплайн чтобы они автоматически запускались когда мы выкатываем новый функционал я мы слышали ты любишь автоматизация поэтому строили автотесты в твой пайплайн но ты понял а во вторых после проверки хорошо бы составить отчет тестирования где будет указано какие тесты прошли что упало на что надо обратить внимание и так далее но писать их руками тоже неохота поэтому автоматизируем их тоже для этого есть множество инструментов но бать тут это allure report и поэтому с ним ты конечно же поработаешь на курсе он поддерживает кучу разных языков и фреймворков не можно брать результаты теста и строить на их основе красивые графики и таблички чтобы было ух как наглядно вот такие дела так что же это что же получается комплекторы все-таки отберут у нас работу не пугайся лягушонок во первых сначала тебе все равно нужно проверять все руками понять как она работает написать тест кейсы и сценарий тестирования только потом заниматься автоматизации плюс некоторые вещи все равно может увидеть только человек например компьютер пока может только сказать работает ли новая кнопка на сайте но не в силах сказать удобно ли ей пользоваться так что ручные тестировщики никуда не пропадут они живут гармонии с авто тестерами первые проверяют новые фичи это что нельзя доверить машине а вторые автоматизируют уже существующие тесты и поддерживают их в актуальном состоянии ну и под конец вопрос а как ты думаешь что еще нельзя автоматизировать ответы пиши в комменты и не забудь протестировать кнопку подписки лайка и колокольчика под этим видео покеда а